История падения Третьего Рейха пополнилась еще одним документом из тех, что называют свидетельством очевидца. В Германии опубликованы воспоминания последнего охранника Адольфа Гитлера. Рухус Миш неотлучно находился рядом с фюрером всю войну, вплоть до самоубийства диктатора. Сейчас автор книги живет в Берлине. Наш европейский корреспондент Андрей Шилов попытался узнать у него, каково это быть безмолвной тенью человека, виновного в гибели миллионов. Фюрер глазами не соратника, не помощника даже, телохранителя, телефониста, курьера. Книга 91-летнего Рухуса Миша позволяет взглянуть на Гитлера совсем вблизи. Что там видно? Мы почти никогда не говорили про концентрационные лагеря и о том, что там происходило. Я все время был с Гитлером, и он никогда не бывал в концлагере. Таких, как Рухус Миш, было много. Вот на фотографии, снятой им самим, товарищи летят самолетом в Берлин. 40-й год. Как раз в этом году Миш и попал в ставку Гитлера. Вот он рядом с бункером. Фотографий вместе с вождем, конечно, нет. Миш был маленьким человеком, канцелярским винтиком, и воспоминания о Гитлере все бытовые. Вся эта истеричность Гитлера из пропагандистских фильмов, она в них и осталась. Портрет нацистского диктатора, в том числе и в этой книжке, и получается такой нормальный, простой человек в быту, в обыкновенном общении. Что только делает его еще страшнее. При телефонистах Гитлер не открывал концлагеря. Парадокс. Дефицит знаний объясняется именно близостью к Гитлеру и к его близким. Пара слов о Еве Брауну. Она была очень приятной девушкой. Она часто показывала свои таланты. Она была очень спортивной. А вы бы с ней потенцировали? Нет, наверное, нет. А почему? Я, наверное, испугался бы. Незаметная обслуга при исторических фигурах. Спустя десятилетия цена именно этими подробностями. Прекрасный шеф. Спокойный и серьезный человек с низким, довольно приятным голосом. Отпускал гулять с девушкой. На свадьбу прислал Мишу два ящика отборного вина. Ни гнева, ни пристрастия. День за днем пять лет службы. Миш не пытался сделать карьеру, не вступал в партию. Зачем? Я и так был рядом с фюрером. Последняя встреча перед самоубийством Гитлера. Он посмотрел мне в глаза. Его взгляд был ясным, но все-таки это был уже не взгляд фюрера. Здесь же в книге фотография дивана, на котором фюрер покончил с собой. Мы ждали полчаса, и потом нас попросили открыть дверь. Никогда этого не забуду. Я увидел Еву Браун, ее голова была обращена к Гитлеру. Кажется, она сидела на диване, но я не уверен. Гитлер точно сидел на диване, его голова была на столе. Это все, что я заметил. Сегодня первый день продажи книги «Последний свидетель». Это очень важно, потому что это драма такого масштаба, что мы должны еще долго-долго изучать все, что было в то время. Эта книга не оправдание. Я получил пост при Гитлере, поскольку командир моей роты считал, что я не буду создавать никаких трудностей. Я заступил на этот пост, потому что был солдатом, и оставался на нем, потому что командир моей роты оказался прав. Отпуская Миша из бункера перед самоубийством, Геббель сказал ему, «Вы еще, конечно, понадобитесь». 63 года спустя, мемуары маленького человека действительно нужны. Пусть одни и называют Рохуса Миша сторожевой собакой, а другие жмут руку за честность. Андрей Шилов, Дмитрий Погожевский, Алексей Кременецкий, Берлинское бюро НТВ.